В далеком 1922 году немецкий кинорежиссер Фридрих Вильгельм Мурнау выпустил фильм на сферату «Симфония ужаса» про коварного, страшного и уже ставшего легендарным графа Орлока Дракулу. Этот поистине знаковый фильм не только дал жизнь фильмам о вампирах, но и породил ряд стереотипов, которые до сих пор и появляются в кино. К примеру, граф Орлок, в отличие от своего книжного прототипа, был смертельно уязвим перед солнечным светом. С тех пор вампиры всех форм и видов без передышки появляются на экранах. От влюбленных романтиков и просто романтиков до святоходящих мордоворотов и рукастых убийц. А в 1992 году выходит оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» с Гарри Олденом главной роли, выставившей новую планку качества для киноделов. И вот, в начале 20-го года Нетфликс выпускает трехсерийный мини-сериал «Дракула», авторы которого решили в экспериментальной манере рассказать историю знаменитого румынского вампира графа Дракулы в исполнении класса Банго, мечтающего добраться до Англии, где его ожидают умные и вкусные жители, как и новая собственность, с помощью в оформлении которой в Валахию приезжает молодой адвокат Джонатан Харкер. Вопреки ожиданиям Джонатан оказывается заперт в замке, ведь Дракула просит помочь ему в освоении английского языка и в понимании юридических тонкостей. С этого времени Джонатан начинает замечать странности в поведении Дракулы, в замке и вообще во всем, что происходит, переходя от удивления и растерянности к страху и ужасу. Несмотря на то, что сериал базируется на романе Брэма Стокера, сюжет движется по собственной дороге, и чем дальше, тем больше. Уже первый эпизод наполнен сюжетными элементами, которые выбиваются из классической истории и дальше ведут ее к совсем другой развязке. Так что если вы хотите увидеть экранизацию классики, то эта Дракула вряд ли придется вам по вкусу. С другой стороны, если вы готовы погрузиться в психологические глубины вампирского сознания, вам определенно пора включать Дракулу. На мой взгляд, в сериале есть два больших минуса. Это постоянное смешение стилей. В какой-то момент трагедия может перейти в комедию, будто бы сценарий иногда попадал в руки Гая Ричи или Квентина Тарантино, а может даже и Увы Болла. Да, понятно, что это авторская фишка, этакая постмодернистская ирония, но я бы предпочел, чтобы была либо трагедия, либо черная комедия с драматическим привкусом. Второй, и на мой взгляд, основной минус – большой хронометраж. Три эпизода по полтора часа переживаются тяжко, поскольку, несмотря на замечательную игру класса Банга, некоторые моменты кажутся излишними, ненужными, которые вполне можно было бы убрать. Как по мне, если бы из первых двух эпизодов сделали сорокаминутное введение к третьему эпизоду, который действительно очень и очень хорош, сделав из всего этого фильм, а не сериал, то было бы гораздо лучше. Мы бы получили очень мощное кино, а не местами нудный мини-сериал. Тем не менее, я бы рекомендовал Дракулу к просмотру. Ведь даже если этот сериал не войдет в золотые списки кинематографа, он точно сможет порадовать вас хорошо прописанным антигероем, мрачно-романтичный образ которого был так хорошо передан главным актерам и хорошо дополнен всем остальным кастом. А на этом все. С вами был Ксеркс. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь вашим мнением о сериале, если вы уже его посмотрели. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!